Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Идем еще раз к морю, вернее к финскому заливу. По буеракам, по лесам, по долам, по горам. Посмотрим, как здесь обстоит дело. Обратите внимание на вот эти вот решения, забор, железная сетка и наполненная камнями. Вроде бы как красиво, но мне так кажется, что это все-таки связано с приливами и отливами. Потому что это мне напоминает некие гидротехнические устройства, называются габионы. Когда укрепляют берег, то такие вот железные сетки, такие сумки железные огромные, набивают камнями. Чтобы прилив отлив не размывал песчаной или глиняной побережью. Чтобы не смыло. Чтобы держало. Ну, скорее всего, так. Потому что здание, которое стоит за ним, оно стоит на сваях. Жаль, конечно, что не удалось покупаться, поплавать. Но сегодня 15 градусов и целый день шел дождь. Поэтому решили постеречься. Не рисковать своим здоровьем. Хотя море сегодня какое-то чистое прям. Не скажем так, прозрачное. Может, завтра получится поплавать. Хорошо. Но вот воздух здесь действительно классный. Точно как вот в Светлогорске под Калининградом. Или в Юрмале. В Сосне и море. Водоросли. Йодовый такой воздух. Йодонасыщенный. То есть полезный очень. Не просто так туда ездили лечиться. Так же, как и в Крым. Так и здесь. Ну, прям приятно. Полно грудь дышать можно. Хорошо. Ну, что вам еще рассказать, товарищи рокеры? А сейчас я расскажу вам о поселке, в котором мы живем. Наш отель Residence находится в поселке Репино. Расположенном в курортном районе Санкт-Петербурга. Казалось бы, обычный пригородный дачный поселок на берегу Финского залива. С населением в 3000 человек. Но это так кажется только непосвященным людям. На самом же деле, поселок намного старше самого Санкт-Петербурга. И имеет богатую историю. Первое упоминание о нем датируется 1323 годом. Как поселении с названием Куаккала, что в переводе с финского означало «рыбный крючок», так как здесь жили рыболовы. За годы своего существования деревня принадлежала то шведам, то новгородцам, то финнам, то опять русским. Но наиболее интересная, на мой взгляд, история у деревни началась в конце 19-го, начале 20-го века. Когда деревня стала популярным дачным местом у петербургской творческой интеллигенции. Здесь находились дачи Ильи Ефимовича Репера, Чуковского. Отдыхали Максим Горький, Владимир Маяковский. В гости к Чуковскому постоянно проезжали различные знаменитости. Писатели, художники, поэты, искусствоведы. Такие, как Леонид Андреев, Иван Бунин, Юрий Анненков, Давид Бурлюк, Николай Еврейнов, Федор Шаляпин, Осип Мандельштам. В 1905-1907 годах здесь также была резиденция большевиков. На которой одно время скрывался даже Владимир Ильич Ленин. Так что поселок не простой, а с многосотлетней и богатой историей. В 1948 году поселок был переименован в честь нашего великого художника Ильи Ефимовича Репина. Который жил здесь с 1889 года. В своей усадьбе под названием Пенаты. Здесь же он и умер в 1930 году. И похоронен. В центре поселка Репина поставлен бюст Репину. А в усадьбе организован музей. А наш отель Residence, в котором мы остановились, до 2010 года назывался домом отдыха имени Максима Горького. Так что мы каким-то образом прикоснулись к истории нашего русского искусства. Живописи, поэзии, прозе и даже к истории Октябрьской революции. Вот так вот. Как же нам повезло, ребята. Два дня ходить по тем местам, где Илья Репин жил когда-то. Творил здесь Осип Мандельштам. Здесь также жил Корнейчуковский. И к нему в гости приезжал Бунин, Бурлюк и Маяковский. Федор Шаляпин здесь бывал. Большевики здесь жили также. Готовили переворот. Ульянов здесь скрывался даже. Тот, что буржуев всех порвет. И наш отель совсем недавно именем Горького был зван. Он домом отдыха был славным для многих творческих славян. В таком благословенном месте два дня побыть нам удалось. И воздух здесь совсем чудесен. И дух полон метаморфоз. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук.